В эти дни отмечают юбилей Кировский дом-музей Салтыкова-Щедрина. Долгие семь лет вятской ссылке писатель жил в доме на улице Вознесенской. 45 лет назад здесь открылся литературный музей на общественных началах. Об истории становления музея рассказывает юбилейная выставка. Семилетняя вятская ссылка стала важной главой биографии Салтыкова-Щедрина. Его отношение к вятке было неоднозначным. Михаил Евграфович писал, Из этого города даже дороги дальше никуда нет, как будто здесь конец миру. И в то же время в одном из далеких углов России есть город, который как-то особенно говорит моему сердцу. 45 лет назад, в октябре 1968 года, в доме, где жил Михаил Салтыков, открылся литературный музей. На юбилейной выставке представлены и первые экспонаты музея, редкие издания книг, автографы, эксклибрисы и произведения первых лауреатов Всероссийской литературной премии имени Салтыкова-Щедрина, учрежденной правительством Кировской области. Есть и работы, подаренные известными художниками Владимиром и Галиной Караваевыми в 70-е-80-е годы прошлого века. У Караваева Валентина Александровича Салтыков один из любимейших писателей, поэтому можно увидеть его мультфильм «Премудрый пескарь» в интернете, если кто-то заинтересуется, и глава «Органчик» из истории одного города. Вот как раз эти иллюстрации представлены в нашем музее. Один из разделов экспозиции посвящен Евгению Петряеву, ученому, писателю, историку и книговеду, основателю литературного музея. А триптих Евгения Сидоркина, иллюстрации к истории одного города, выставляется впервые. От времени до времени. Так называется летопись становления дома-музея Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Валентина Палкина, Владимир Подлевских, Вести Киров.